Скорый митинг. Работники Качканарской неотложки сами молят о помощи. Люди боятся остаться без денег и работы после перехода на новую систему оплаты труда. В обновленных договорах, жалуются медики, нет ни слова о надбавках. А на одном окладе не то что прожить, выжить непросто. Стала ли сегодняшняя акция протеста по наце от всех бед, расскажет Екатерина Пономарева. Обязана будет мне предоставить ответ. Трудовой коллектив провел собрание. Этот митинг по сути попытка реанимировать личный бюджет. Врачи неотложки Качканара не прекращают интенсивную протест-терапию своих зарплат, которые с нового года могут резко уйти в минус. Первые результаты уже есть. Накануне администрация здешней больницы в целях профилактики акции пошла на уступки. Сделали стимулирующие выплаты, сделали ее только на год. Поэтому что будет через год, никто не знает. И будут ли выплачивать ее этот год, тоже никто не знает. О помощи врачи скорой стали просить после утверждения новой системы начисления зарплат. Ее с этого месяца ввели по всей стране. Раньше гонорар медиков неотложки складывался из оклада и повышающих коэффициентов. Теперь процент надбавок почти что свели к нулю. Зато, уверяют чиновники, повысилась базовая часть выплат. Ненамного парируют фельдшеры и водители. Говорят, как ни крути бумажками, они остаются в минусе на 3-4 тысячи рублей в месяц. На их вызов в Качканар сегодня приехала бригада скорой министерской помощи. Не с деньгами, скорее с успокоительными речами. Руководители должны были индивидуально поработать с каждым сотрудником, разъяснить, что происходит. И, конечно же, каждому показать, какой уровень заработной платы его ждет. Но еще раз повторяю, на сегодняшний день уровень зарплаты не ниже, чем в целом по Свердловской области, а даже выше. Чиновники уверяют, нужно подождать всего пару месяцев. Новая система заработает, и медики увидят, что их зарплаты не уменьшили. Осмотрев присутствующих, начальство ставит свой диагноз. Говорит, протестными настроениями медиков заразили оппозиционные депутаты. Я считаю, что вопрос, он был решен, и ситуация не должна была складываться так. Я считаю, что просто пропиарились представители коммунистической партии в очередной раз, и все. И использовали вот этот переход на новую систему оплаты труда. Когда вот эта вот новая система оплаты труда появилась, и сразу же сказали, что скорая потеряет зарплатить. Словом, на любой тезис чиновников у врачей скорой будет свой антитезис. Очередного сокращения зарплаты, говорят, они не переживут. От безденежья водители сами ремонтируют кареты скорой помощи, а фельдшеры, несмотря на отсутствие всяческих доплат за вредность работы и ее опасность, продолжают трудиться. Мы контактируем с ВИЧ-инфицированным. Нам за это 30% не заплачивают туберкулезно-психиатрически. Ну, Минздрав нам областью ответил, конечно, но они правы, они начальство, как говорится. Сегодняшние акции протеста у обе стороны и врачи, и чиновники уехали несолонно хлебавшие. Первые обещают и дальше сражаться за достойные их труда зарплаты. Вторые уверены, что ситуация уляжется. Ведь в бумагах у них все как надо. Екатерина Пономарева, Новости 41 канала.